А вот Коэлит, если читать Коэлит, Экклезиаста, то в принципе там все эти вещи, которые мы читаем, они известны, они привычны, нет там чего-то запредельного. Собирать камни, разбрасывать камни. Ой нет, ты опять начинаешь трактовать это в земных свойствах. Если камень это левый эвен, это наш эгоизм, который мы не можем сдвинуть с места и относиться к нему именно таким образом, то это самое тяжелое наше желание, с которым мы не можем совладать, то Коэлит рассказывает о том, как мы можем его использовать. Вообще Коэлит это работа с левой линией в нашей душе. Душа состоит из трех линий. Эгоистическое левое, альтруистическое правое, и на их соединении между собой, правильном соединении между собой, мы строим свое духовное возвышение. Используя две линии, как плюс-минус, как правая и левая нога, как притяжение и отталкивание, все должно состоять в природе. Все в природе состоит из двух противоположностей, которые мы правильно соединяем и приводим мотор в действие. Какой-то механизм своего движения или вообще любая жизнь построена, любое проявление жизни построено на сопоставлении двух противоположностей над каким-то материалом. Так вот, здесь мы имеем в виду в основном работа с левой линией, то есть с эгоизмом, который проявляется все время со стороны левой линии души и работа с ним. И поэтому Коэлит, он именно говорит о том, как работать с камнями, время собирать камни, время разбрасывать камни. Такая пессимистическая книжечка. Нет, она не пессимистическая. Ты что? Ни в коем случае. Это радость, огромная радость, когда читаешь эту книгу, потому что она говорит о состоянии, когда человек может использовать все свои отрицательные свойства, которые нарочно создал в нем Творец для того, чтобы сделать вот эти вот эвель, вот эти отдачи, вот эта суета, что мы называем, вот это свойство отдачи, выразить из себя именно из этих камней, самых низших, самых огрубевших, самых таких неживых своих желаний, все это преобразовать в свойство связи, отдачи с другими, и таким образом ощутить все мироздание именно в этих исправленных свойствах до его самого последнего проявления, самого тонкого. Потому что чем тяжелее свойства, которые ты должен исправить, тем выше поднимается вот это вот свойство отдачи, выходящее изо рта, вот этот вот эвель. А как быть, как быть, вот мы должны из камней, из самого низкого состояния, самого тяжелого, самого болезненного, и мы сейчас испытываем эти ощущения, каждого одиннадцати человек, даже не в воинах, скажем, как из этого вдруг понять, что есть нечто противоположное? Только страданиями. Но страдания могут быть страдания, которые ты переживаешь физически, и тогда они проходят по тебе физически, а потом морально, а потом ты это осознаешь, а потом ты не знаешь, что с этим делать. Но человек не чувствует в этот момент, он как бы оглаушен, он не может в этот момент, ему больно, но хочется избежать боли. Нет, я понимаю, что он оглушен, но это не все равно. Именно страдания, они толкают нас, потому что наш материал — это желание насладиться. Это все наше естество, и поэтому получается, что никуда мы не денемся, мы должны страдать. Но страдания могут быть не страдания механические, физические, физиологические, жизненные такие в нашей жизни, когда они тянутся годами, жуткие переживания, а страдания могут быть в осознании того, в каком состоянии я нахожусь. То есть, если я привлеку к себе свет мудрости, тогда я увижу уже сегодня свое настоящее... Как попасть в это состояние? Я могу сидеть в кресле, и у меня все хорошо вокруг. И достичь осознания того, что я нахожусь в обратном состоянии относительно совершенства. То есть больно внутри от несоответствия с совершенством? Мне будет больно, но больно в осознании, а не физически, когда это будет проходить на мне. Вот это вот все равно, от такого состояния он все равно должен достичь. Как это сделать? Как сделать так, чтобы вот этот материал не был бы непонятный, оторванный, а был бы вот прямо по существу, по состоянию этого человека, который в этом мире? До этого и дана нам каббала. Занимаясь ею, ты притягиваешь высший свет, ты притягиваешь эту систему, приближаясь к себе, эту систему высшую к себе. Ты как бы притягиваешь к себе, к нашему миру, высший мир, и начинаешь понимать, насколько он совершенней, гармоничней, вечный, совершенный, выше тебя. Насколько ты не он. И тогда в тебе возникает одновременно с разочарованием в своем собственном состоянии силы устремления. Ты начинаешь понимать, что того можно достичь. То есть ты как бы обнаруживаешь болезнь вместе с лекарством. Вот это было бы здорово, если бы это было... Так вот это позволяет каббала. Поэтому мы ее распространяем, где только можно, любыми методами, для того, чтобы можно было все-таки миру показать эту возможность. Чтобы мир не входил в состояние войн снова. Потому что перед нами маячит очень неприятная возможность третьей мировой войны. И затем даже четвертый, говорит каббала, что могут быть четыре мировых войны. И поэтому, чтобы предотвратить это все и достичь осознания необходимости духовного подъема не палкой, а, как говорится, умный видит издали, заранее. Вот такого состояния, конечно, мы хотели бы достичь, чтобы человечество именно так прошло все это свое. Вот с таким намерением мы сейчас продолжим читать, чтобы вы, ощущающие себя, возможно, не очень хорошо, почувствовали, что это болезнь. И есть к нему лекарство, которое излечивает эту болезнь внутреннюю. А я слышал от вас, что болезнь, в принципе, в итоге, она очищает, да? Они очищают нас. Любая болезнь, это да, это очищение, это лекарство. Сама по себе, да. То есть болезнь является изначально проявлением каких-то неполадок в организме на любом уровне. Обнаружение. Физическом, элементальном, моральном или духовном. И поэтому ее протекание, на самом деле, надо воспринимать как очищение.